У нас сегодня две кафедры, но одна истина, которая проповедуется с этих кафедр. Сегодня у нас четыре проповедника, но одна тема, которая раскрывает нам великого, святого, любящего Бога. У нас сегодня очень много гостей, молодежи, и все мы хотим познать этого Бога. И для этого я хочу говорить о второй теме. Тема моей проповеди называется «Любящий Бог». И для этого желание моего сердца вместе с вами, у кого есть Библии, давайте мы откроем первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стих. Первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стих. Один стих мы будем рассуждать над этим стихом сегодня. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем». Вы когда-то в своей жизни признавались кому-то в любви. «Вы говорили кому-то, я тебя очень люблю». Конечно же, помните, в детстве мы обнимали нашу мамочку или папу и говорили, «Мама, я тебя так сильно люблю». Правда? «Вы сейчас так делаете? Когда приедете домой, обнимите ваших родителей, скажите, что вы их любите». Мы повзрослели. Я думаю, что некоторые из вас уже engaged, готовятся к браку. Это прекрасное время. Помните то время, когда вы готовили, братья, свою речь, как вы скажете, своей любимой первый раз. Вы думали, вы волновались, вы искали слова. И когда это произошло, вы сказали, «Все равно не так. Я ж так хотел сказать». Не все улыбаются, потому что у вас все впереди. И это серьезно. И вы будете к этому готовиться, братья. Это на вас ответственность сказать самое дорогое, самое замечательное. Вы будете волноваться. Ваши ладони будут потные, появится румянец на щеках, и руки будут немного дрожать. Правда? И даже если вы не все скажете, впереди у вас жизнь. Вы будете говорить, ваши любимые, много-много раз, «Я тебя люблю». Мы сегодня говорим о самом сильном, самом великом, что есть на этой земле. Это Божья любовь, отражение которого мы сейчас немножко упомянули в нашей жизни. Если можно, я немножко своего личного оставлю на этой конференции. Я жена 26 лет. У меня прекрасная жена. Я часто говорю, я тебя люблю. Но вы знаете, чем старше я становлюсь, и чем больше мы проживаем вместе, я замечаю одну вещь. Я не могу, не нахожу правильных, нужных слов, чтобы сказать, как я люблю. Позвольте пояснить. Знаете, когда жена, которая верна тебе 26 лет, которая является твоей женой, твоей мамой и уже бабушкой, жена пастора, которая трудится дома, в церкви, имеет фулл-тайм-джаб и делает все возможное, чтобы им были счастливы, трудно найти правильных действительно слов, которые можно было бы сказать, да, вот оно, я стараюсь, но все равно и нахожу. Какая слабая аналогия, правда, с той любовью, хотя это очень личная, с той любовью, о которой мы будем сейчас говорить. Дорогая молодежь, можно вас о чем-то попросить перед тем, как я буду говорить свою тему? Я хочу использовать и своей проповеди, которые мне дали время, и своей проповеди. Хочу использовать пять минут для всех нас, чтобы мы все попроповедовали сейчас. А для этого мы сделаем следующее. Без подготовки. У вас же конспекта нету? Вы повернетесь просто друг к другу и скажете, что вы думаете о Божьей любви? Своим возлюбленным вы скажете позже, братья, в свое время. А сейчас просто как братья и сестры, как церковь, как молодые люди, как молодежь, которые любят Господа и знают любви, и хочет учиться этой Божьей любви, давайте просто повернемся и скажите. То, что у вас просто на сердце, может быть, из пережитого, я понимаю, что Божья любовь – это... Скажите, друзья, время пошло. Пять минут я из своей проповеди даю для всех нас. Не стесняйтесь. Повернитесь друг к другу. Это очень важно. Благословение вам. Можете вслух говорить громко. Благословение вам. Благословение вам. Продолжение следует... 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 она проникла туда и наполнила наше сердце благодарностью, теплом и хвалой святому и любящему Богу. У меня есть, по крайней мере, две причины говорить о Божьей любви сегодня с вами. Первое – это потребность в Божьей любви. Потребность каждого человека, который приходит на эту землю, рождается. И когда мама берет его на руки, младенца, он чувствует эту материнскую любовь, потому что Бог вложил в каждого человека потребность любить и быть любимым. И все Божье творение нуждается, друзья, от маленького, может быть, заброшенного котенка, который выбросил, может, где-то на улице, до человека, который потерял работу, потерял жилье, беспризорного человека, которого никто не любит, который где-то живет, может быть, на вокзале или где-то, знаете, под мостами. Но в ихнем сердце есть потребность, чтобы его любили, чтобы ему сказали, чтобы его, простите, обласкали и просто пожали ему руку. Величайшая потребность любви в каждом человеке. Вторая причина – это отвержение любви. На земном шаре почти 7 миллиардов человек. И все неотчаянно нуждаются в Божьей любви. С одной стороны, есть эти люди, которые нуждаются в любви, а с другой стороны, есть любящий Бог. Но, к сожалению, между ними огромное расстояние бывает. Почему? Потому что многие люди не знают, друзья мои, что Бог любит их. Простая причина, казалось бы, но люди многие сегодня не знают, что по-настоящему, как любит Бог, и что Он сделал, проявив свою любовь к ним, друзья. И, дорогая молодежь, которые живут в этой стране, владеют совершенством английским языком, друзья, и все люди, где мы находимся, это наша ответственность сказать не всем этим 7 миллиардам, хотя бы одному человеку в нашей жизни, соседу, человеку, которого мы встретили в нашей школе, в колледже, где мы работаем, знаешь, дорогой, несмотря, что плохо все у тебя, и, может быть, нет у тебя друзей, нет отношений в семье, и, может быть, ты где-то черпаешь, пытаешься найти эти крохи, имитации ложной любви, есть тот, который сильно тебя любит, по-настоящему, искренне, до конца, и ничто не может препятствовать ее Божьей любви. Есть другая группа людей. Много людей знают о Божьей любви. Они были возле этого океана. Они даже чувствовали прохладу, которая остыла, их уставшие ноги. Они чувствовали это прекрасное дыхание от этого Божьей любви океана, используя метафору, это образное выражение, но они так и не рискнули зайти туда поглубже. По каким-то причинам они не поверили в то, что было предложено для них. Есть еще одна группа людей. Это те, которые знают Божью любовь, которые окунулись в этот океан Божьей любви и пользуются пользуются это Божьей любовью, но до определенного времени. Пока все хорошо, как мы говорим в нашей духовной жизни. Как у тебя дела, мы спрашиваем. Все хорошо, все слава Богу. Я люблю Господа, Господь тоже любит меня. Друзья, всегда происходит в нашей жизни все хорошо. Ведь бывает в нашей жизни падение, правда? Бывают в нашей жизни моменты, когда мы спотыкаемся, падаем. Мы сегодня говорили о святости Бога, о нашей греховности мы слышали, мы понимаем, что мы несовершенны. И вот, друзья, мне возникает вопрос. Знаем ли мы, что даже тогда, когда мы негодны, когда мы противны сами себе, Бог по-прежнему любит нас сильно-сильно. Божья любовь, друзья мои, нет аналогов, нет сравнений. У нас нет на земле наш язык беден, чтобы передать ее в совершенстве. Вот почему эта тема не настолько простая, и мы пытаемся искать какие-то, может быть, примеры, какое-то сходство. Мы пытаемся объяснить ее человеческими терминами, и они очень далеки от истины. Возникает вопрос, так что же такое Божья любовь? Определение Божьей любви. Чтобы дать определение Божьей любви, друзья мои, словари нам не помогут. Существует сколько разновидностей объяснений человеческой любви, которые пытаются это связать каким-то образом с Божьей любовью, и все это бесполезно, потому что люди настолько исказили образ Божьей любви, настолько изменили, настолько пытались приспособить к себе или пытаться поставить вровень с материнской, человеческой, еще какой-то любовью, друзья, и это все не имело никаких успехов. В Божьей любви, в ее многогранности, в глубине, в величии, друзья, я бы хотел очень кратко остановиться на четыре таких моментах. Это жертвенность качества, это жертвенность, это безусловность, это безграничность, и это постоянство. Самый лучший пример употребления слова Божьей любви записан Евангелие от Иоанна, Иоанна 3,16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий у Него не погиб, но имел жизнь вечную». Какие знакомые слова, правда? Друзья мои, но если мы вдумаемся в эти слова, в этот текст глубоко, Бог возлюбил какой мир? Послушный? Нет. Смиренный? Нет. Мир, который отошел от Бога, мир, который возненавидел Бога, мир, который отвернулся от Бога, мир, который добровольно подчинился дьяволу и законам греха и плоти. И вот этот мир Бог возлюбил. И когда искали, каким же образом вот эту любовь жертвенную, безусловную, безграничную, постоянную, дать ему и название в отличие от нашей в русском лексиконе любовь одним словом, то в греческом языке, вы знаете, есть несколько, четыре термина. И поэтому дают ей агапе. Это удивительное слово. Она определяет вот эту сущность Божьей любви. Это любовь, которой нет предела. Она пойдет далеко. Она пойдет высоко, глубоко и широко, чтобы ее заметили и заметил тот, кому направлена и адресована эта любовь. Любовь агапы это жертвенная любовь, которая побуждает любящего к действию. В отличие от любви эрос, который ищет только своего, или любовь филио, которая ограничивается только семейными, дружескими, родственными отношениями. Любовь агапы это любовь, которая не ожидает взамен ничего, друзья мои. Бог не ожидает от нас абсолютно ничего. Она не ищет выгоды, чтобы получить. Она ищет, чтобы отдать. Это совершенная Божья любовь каждому человеку. Один человек, один писатель выразил эту любовь такими словами или эту всю ситуацию между Богом и этим человечеством. И он пишет так. Бог был счастлив и без человека до того, как тот был сотворен. Он был бы счастлив и дальше, если бы уничтожил человечество после грехопадения. но случилось то, что по своей воле, по своей благости, по своей любви, по своему добровольному решению Бог возлюбил негодных грешников. И теперь он не узнает вновь счастья до тех пор, пока не приведет каждого из этих грешников на небеса. Таким образом, он поставил свое счастье в зависимость от нашего счастья. Поэтому Бог спасает не только ради своей славы, но и ради своей радости. И во многом объясняет, почему бывает Божья радость на небесах даже об одном кающемся грешнике. потому что Бог связал свою судьбу, свое счастье, свою радость с радостью человека, которого он сотворил. эта мысль превосходит всякое разумение, и в нее почти невозможно поверить. Однако, согласно Священному Писанию истинам, которые открыты в них, это и есть любовь Агапы. Друзья мои, не правда ли трудно вместить, но мы сегодня слышали очень важную истину о Божьей святости. Я хотел бы в контексте этого показать немножко настолько это важно видеть и верить, служить Богу Святому и Любящему. Бог, который сотворил этот мир с такой любовью, с такой заботой, он погубил этот мир через потоп. Помните, потому что он святой и праведный. Бог, который избрал Авраама и избрал израильский народ за отступление, за грехи, за отвержения, Бог рассел этот народ по всему лицу земли до времени. Иисус Христос, который пришел к Своим, проповедовал, любил и говорит, я пришел к погибшим овцам дома Израилева в предпоследний день перед Пасхой сказал, все оставляю ваш дом пуст. Друзья мои, мы должны помнить и о таком Боге, который не только любит, но который святой и который наказывает за грех. Бог, который говорит в Своем Слове через пророка Иезекииля, 33 глава 11 стих, скажи им, живу я, говорит Господь, Бог не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Друзья мои, вот желание Бога, Бога в Ветхом Завете, который обращается к грешнику, и Бога в Новом Завете, который не изменился в своей сущности, который говорит, обратитесь, я не хочу смерти грешника. Я хотел бы обратиться очень кратко теперь к тексту нашего основного места Писания, которое мы прочитали с вами. 1 Иоанна 4 глава 16 стих. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающая любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Очень кратко, три главных мысли из этого стиха. Первое, что мы видим, Иоанн говорит, мы познали любовь. Вторая мысль, мы уверовали в любовь, и третья мысль, мы можем и должны пребывать в Божьей любви. Итак, первое, мы познали любовь. Как можно познать Божью любовь? Для того, чтобы открыть Божью любовь, необходима особая ситуация, необходимо особое Божье расположение, потому что, если мы говорим о простых человеческих вещах, чтобы познать что-то, необходимо, скажем, открыть книгу, прочитать ее, либо компьютер, либо познакомиться с человеком, чтобы познать, кто он, либо посетить какой-то музей, чтобы что-то узнать, правда? любовь Божья должна быть открыта нам Духом Святым через Его Слово. Это сверхъестественное действие, и это очень важно. Друзья мои, и вчера, когда Влад говорил о познании Бога, он говорил, это удивительная вещь. Великий, непостижимый Бог открывается нам, дает возможность хотя бы предкоснуться, притронуться к Нему, к Его благодати и Божьей любви. Первая очень важная мысль, о чем я хочу сегодня говорить, Божья любовь познается через любовь Отца Небесного к Своему Сыну. Любовь Божья познается через любовь Отца Небесного прежде всего к Своему Сыну. У кого открыты Библии, давайте мы откроем первосященческую молитву Иисуса Христа. 24 стих молитва Иисуса Христа к Отцу Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде создания мира. Обратите внимание, друзья, это очень важный стих, какая чудесная мысль. Христос был возлюблен Своим Отцом прежде создания мира, прежде, чем появились планеты, солнце, луна, звезды, прежде появилась земля, прежде, чем появился человек, был сотворен. Иисус был возлюблен Своим Отцом Небесным, возлюбил меня прежде. Улавливайте эту мысль. А теперь посмотрите 23 стих чуть выше. Молитва Иисуса. Я в них, и ты во мне. Да будут совершенны воедино, и да познают мир, что ты поссал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Возлюбил их, как возлюбил и меня. Братья сестры, как вы думаете, Бог возлюбил Христа больше, чем нас, либо нас больше, чем Христа. Скажите громко. Одинаково. Одинаково. Ты послал и возлюбил их, как возлюбил и меня. Какая благословенная. Друзья, Бог любит Иисуса. Бог любит нас одинаково. Друзья, но Он любит нас по той причине, что прежде всего Он возлюбил Своего Сына. И в этом есть особые причины. Друзья, у меня возникает вопрос, как долго Бог любил нас. Он любил нас всегда, когда нас еще не было на той земле, когда мы были в утрове нашей матери. Он любил нас всегда, потому что Его сущность. У меня еще один вопрос. позвольте вас спросить, когда Бог перестанет нас любить? Он перестанет нас любить тогда, когда перестанет любить своего Сына. Он перестанет нас любить, когда перестанет любить своего Сына. И вы правильно делаете, что так говорите, показываете. Никогда не перестанет любить своего Сына. и никогда не перестанет любить нас. Почему? Потому что Писание, говорил, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Время быстро летит. Я в 12.20 должен закончить. У нас 5 минут. Бог открывается в свою любовь в творении. Римлянам 1.20. Дальше идем. Бог открывается в Его благости или доброте. Бог открывается в своей доброте, друзья. Это особенное Его качество. Кто-то сказал так, Божья благость – это то совершенство в Боге, которое побуждает Его с добротой и щедростью относиться ко всем своим творениям. Это привязанность, которую Бог испытывает к Своим живым творениям. Благодаря этой доброте, этой благости, Божья любовь – это наивысшее и самое величественное явление. Друзья мои, если собрать сегодня за один день, сколько на земле совершено преступлений, страшных преступлений против Бога и против человечества, и возникает вопрос, перестал Бог любить этот мир? Нет. Он открывает свою любовь в своей доброте и в своей благости. Мы прочитали сегодня, скажи им, живу я, говорит Господь, Бог, не хочу смерти грешника. Поэтому каждый день, каждое утро, друзья, начинает свой день, Бог повелевает солнцу, восходит над злыми и добрыми, повелевает дождю. И если где-то суды Божьи совершаются, то только по той причине, чтобы люди научились праведности. Друзья мои, мы познаем любовь Божью в Его доброте и благости конкретно каждому человеку. Друзья мои, и этим доказал Христос. Когда Иисус Христос пришел на эту землю, это было воплощение, конкретное проявление, открытие Божьей природы любви. Можете себе представить святой, праведный, которого никогда не коснулась беззаконная мысль. Он позволял прикасаться к нему падшей женщине. Он ел смытренными грешниками. Он прикасался к прикаженным. Он любил их, друзья, в этом было открытие. Божья любовь Христос показывал, я люблю тебя. И людей это влекло. Друзья мои, я хочу сказать сегодня вам, может, вы переживаете какие-то особые переживания, отверженности, непонимания, нету понимания с родителями. Никому, кажется, никто вас не любит, друзья мои. Иисус любит тебя. Иисус был живым воплощением Божьей любви. Но самое большое я должен сказать, позвольте, я должен сказать об этом, это очень важно. Самое большое открытие мы прочитали сегодня с вами, что мы познали Божью любовь, правда? И для того, чтобы познать, нужно открыть эту Божью любовь. И самая большая глубина Божьей любви была открыта где? На Голговском кресте. Иоанн говорит, что любовь им познали в том, что он положил за нас душу свою. И Бог говорит, у меня есть доказательства. Мы говорим, докажи. Мы в детстве, мамочка, докажи, как ты меня любишь. Мы люди, мы всегда наши отношения строим. Если, покажи, если ты что-то дашь, если я что-то узнаю, друзья, а Бог говорит, я хочу доказать вам настоящую любовь в том, что Павел пишет, но Бог свою любовь доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. ценность вещи всегда определяется заплаченной за нее ценою. Скрипка, выставленная на аукцион. Человек, который собирает, может быть, антиквариат, заплатит за нее определенную цену, но не будет превышать его возможностей и каких-то других, может быть, условий. Для начинающего, может быть, человека, ученика это будет очень неподъемная, непостижимая, очень дорогая вещь. Но человек, который знает, что эту скрипку сделали руки мастера Страдивари, он купит за любую цену, потому что это особые руки мастера. Друзья мои, цена, которую заплатил Бог за нас, говорит о том, как цены мы для Него. Цена, которую заплатил за нас Бог, говорит о том, настолько мы цены для Него. Мы стоим. цену жизни Его Сына. Друзья, каждый из нас стоит жизни Его Сына. Вам достаточно этих доказательств? Что мы должны сделать? Их очень много. мы должны принять Божью любовь. Мы прочитали, Иоанн говорит, и уверовали в Нее. Уверовать это принять. Сегодня текст этот звучал. А тем, которые приняли Его, верующего имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Дорогой друг, если ты еще не принял Божью любовь, никогда в своей жизни твое сердце еще не было в руках Иисуса. Если сегодня Господь открывает тебе любовь через Слово, и оно в это же сердце готово, и вы осознаете это, готовы, примите Его любовь сегодня, в любое время, в течение всей этой конференции. Последняя короткая мысль. Иоанн говорит, что мы не только должны принять эту любовь, мы должны пребывать в любви. Мне очень нравится текст Священного Писания Иуда, 20 глава, 21 стих. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа. Друзья, прекрасно находиться в такой атмосфере, правда? И пребывать в любви Божьей, и слышать о любви Божьей. Но когда в нашей жизни приходят эти темные дни, когда проходят, может быть, долина искушений, смертной тени, болезней, падений наших, непонимания нас, друзья, вот тогда приходят испытания. И мне нравится, знаете, вот это слово «сохраняйте себя в любви» означает, еще переводится как «оставайтесь в состоянии ожидания». Оставайтесь в состоянии ожидания. Друзья, мне очень нравится текст, где апостол Павел говорит, в послании Римлянам, 38-39 глава, «Ибо я уверен, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от чего? От любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим». Последнее доброе пожелание для каждого из нас. Оставайтесь в состоянии ожидания. Знаете, что Господь никогда не покинет, никогда не перестанет любить. И Он всегда нас доведет до Своей цели, потому что заплочена величайшая цена жизнь Его Сына. Я хочу сейчас пригласить вас в молитве. Я бы хотел пригласить к Алину преклоненной молитве, если вы не против, склониться перед святыми и праведным Богом. И просто в тишине, друзья, не вслух. Давайте две минуты возьмем и помолимся нашему Господу. Я закончу. Аминь.